Всем привет! Меня зовут Яна Козлова и я любительница растений. Сегодня я хочу вам рассказать о своих растениях, которые живут у меня на северных окнах. Вы не поверите, но существуют такие растения, которым достаточно того света, которое дает северное окно. У меня, честно, дом. У меня есть растения, которые живут на первом этаже и на втором этаже. Я покажу вам разные растения, плюс покажу тех моих зеленых любимых питомцев, которые живут в глубине комнаты. То есть им достаточно того рассеянного света. И я думаю, что это, если брать в люксах, то это где-то около тысячи люксов в светлое время года, то есть когда светит солнце. Сейчас у нас зима, и в любом случае моим южным, те растения, которые стоят на южном окне, им недостаточно света, они страдают. Но, тем не менее, там я в следующих своих, так скажем, видео покажу обязательно, сделаю обзор и южного окна. Но сейчас зима, и вот мне кажется, эта тема, когда света мало, и какие же растения можно себе поставить в комнату, да, несмотря на то, что недостаточно освещения, я предлагаю вам посмотреть на это, ну и сделать свои выводы. Сразу хочу извиниться за то, что я не знаю полного, полных названий, да, самих растений. Я не биолог, не ботаник, вот, ну, к сожалению, я думаю, что, знаете, у меня есть такая мечта купить себе такую книжку, где будут все-все растения с названиями, фотографиями и описанием. Вот пока таких обширных книг по растениям, по названиям я не встречала. Вот если вдруг у вас есть такой, да, опыт таких книг, то поделитесь. Ну и в любом случае вы можете в комментариях писать название растений, если вдруг вы узнали его, да. Вот, ну приступим. Это окно моей мастерской. За окном, видите, у нас там снег, это северная сторона. И я сейчас постараюсь максимально включить свет. Вот у меня тут даже подсветочка стоит, но недостаточно, видите. И вот эта вот лампа у меня специальная для северного окна. То есть эти растения, которые вот здесь находятся, они живут под этой лампой. Но есть такой потрясающий у меня зеленый друг. Я сейчас розовый этот цвет выключу. Это у меня цисус эллинданика. Если неправильно вдруг поправьте. И вот этому цисусу несколько лет, года два, не знаю, как он, чтобы показать. Он такой, видите, у меня разросся. Я его уже обрезала несколько раз, и у меня есть черенки в продаже от него. Вот, он, ему достаточно вот этого света, он чувствует себя прекрасно. И я его сразу скажу, подкармливаю раз в месяц, ну, чтобы поддержать вот такую замечательную зеленую форму. Дальше у меня на северном окошке живет Клотея арбифолия. Вот, прежде чем я сюда ее посадила, вот это ее два старых листочка. Вот этот и вот этот. А это уже все новые листики. Да, они поменьше в размере, но зато она себя чувствует на северном окне. При дополнительном освещении гораздо лучше, чем вот в других частях дома. Вот, она, конечно же, у меня на автополиве, в личуизе. Но, к сожалению, у нас очень сухой воздух, поэтому она вот таким образом у меня растет. Дальше на северном окне, это то растение, которое вообще не переносит прямых солнечных лучей. Это, так, сейчас я тебя возьму в ручки. Фиалка. Камбейн Классик. Написано, ну, вот фиолетовая, она у меня цветет. Все говорят, как же добиться вот этого, знаете, цветения фиалок. Ну, вот она у меня под этим искусственным розовым освещением стоит. Плюс северная окошка. Цветет, вот как мне ее подарили, знаете, вот уже с лета. Ну, все время новые выдают вот эти цветочки. Потом у меня здесь пепперомия. К сожалению, не знаю ее название. Ну, знаю, что это пепперомия. Вот это ее детка посаженная. В дополнительный горшочек. Тоже замечательная растюха. Такая, знаете, уже, по-моему, сейчас возьму в руки. С горкой. Наросла. Очень красивая. Люблю ее нежно. Попыталась ставить ее на другие окна. Но вот на северном окошке она чувствует себя лучше всего. Так. И вот у меня хавортия. Тоже не знаю название. Наверняка найдутся любители хавортий. Решила просто проэкспериментировать. Тоже у нее, знаете, она стала лучше у меня расти. И вообще двинулась в рост. Вот эти вот новые у нее появились. Листочки. Когда я ее пересадила в песок, то, наверное, 80% песка вот этого крупного, а все остальное чуть-чуть земли. И она у меня реально втронулась в рост. Стала более такая нормальная. А до этого в земле, конечно, в субстрате она чувствовала себя плохо. Отсушивала нижние листья. Вот, как-то так. Конечно, звезда моего северного окна. Это вот такая вот. Сейчас посмотрим, как она называется. По-моему, Сила Голд. У меня тут было написано. Да, Филадендеран. А, Голд Сатин. Ну вот, с названием я вам говорила, что я не в дружбе. Если вдруг знаете точное название, подскажите мне. Наращивает листья. Вот новые. Это лиана, судя по всему. И вот на такой опоре. Много листиков. Конечно, я ее купила. Это было печальное зрелище. Три листика вот такого вида. Я так понимаю, что это вот недостаток, может быть, ухода был. Предыдущие два листа она отсушила. И вот нарастила мне кучу новых листьев. Очень красивое растение. Люблю его такой, знаете, нежной любовью. Листики эти потрясающие. Также на северном окне у меня растет вот такое замечательное растение. Актинанта, Аупенгейма. А вот у нее вот старые листики. Они такие. Немножечко тут каким-то клещом или чем-то. Видите? Поеденное вот. Но остальные листики все нарастила. Она и наращивает. Очень хорошенькие. Вот. На втором этаже живет без освещения. Вот что есть. Да, вот. От северного окошка. То и имеем. Ну, красотка. И запыхалась, поднималась на второй этаж. А где-то у нее тут были новые листики. Где-то они там были, у нее наращиваются. Вот. Живет в маленьком горшочке. Очень красивая. Обожаю ее. Она меня встречает каждое утро. А вот он. Вот он. Видите? Черешочек вот этот вот. Вот этот вот. Новенький. Жду в одной комнате, но на южной стороне, но в глубине комнаты растет. У меня хлорофит. Он прекрасно себя чувствует. Ему чуть-чуть перепадает солнечных лучиков, когда солнце заходит на закат. И он прям, по-моему, бодрячком. Потрясающее растение. Никогда не думала, что хлорофитом ампельное. Но как только я его сюда поставила, он вот стал вот таким вот бодрым. Нарастил вот эти вот цветы. Даже вот цветет зима сейчас. А он цветет. Мой красавчик. Цветочек покажу. Вот он. Представляете? Пришла, он зацвел. Ну, специально для вас. Видел. Видите? Точно знал, что я буду вот сегодня снимать. И вот еще бутончики у него. Тени в глубине комнаты. Это китайская роза. Я ее формирую. И тут же у меня вот детки от нее стоят. И детки колотеяр эпифолии. Ну, тут, конечно, им солнышко попадает. Но я поставила ее сюда в надежде, что она у меня вот будет свисти. Но пока что-то не выходит. Но, тем не менее, этому растению не нужно много, так скажем, света. И вот где-то в трех метрах от окна оно себя прекрасно чувствует. Стоит вот в таком горшке, достаточно высоком. Что я могу еще сказать по поводу северных окон? Да, и вот в глубине всегда нужно смотреть на состояние растения. То есть у меня происходит постоянно анализ. Подходит растению, не подходит освещенность. Сухой воздух или что-то. У меня всегда на окне лежит градусник. Я меряю температуру. То есть северные окна, если у вас поддувают, то это сквозняки, которые растениям абсолютно не нужны. У меня окна, знаете, они герметичны. И оттуда нет вот этого холода. Может быть, поэтому растения чувствуют себя достаточно комфортно. Плюс, конечно же, из-за того, что, как это сказать, воздух очень сухой, периодически я их опрыскиваю. Но это, знаете, не такая обязаловка, что я опрыскиваю их каждый день. Нет, я это делаю раз в неделю, может быть, даже раз в две недели зимой. То есть зимой все-таки у некоторых растений рост приостанавливается. Но вот именно у тех, которые, знаете, которые растут, конечно же, я их опрыскиваю раз в неделю. Вот. Ну, это вот по моим личным таким наблюдениям. Если вам нравится формат такого видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И, конечно же, пишите название «Точные растения». Я буду вам за это очень благодарна. Плюс, конечно же, задавайте вопросы, если у вас есть какие-то, да, по теме нашего сегодняшнего видео. Всем пока!